всем привет к нам приехал лодочный мотор yamaha 9 и 8 конечно же это всеми любимый народный мотор hankai если закрыть глаза на качество алюминия на качество лакокрасочного покрытия качество резьбовых соединений то мотор 98 является самым удачным среди моторов hankai в том плане что он по сравнению с другими моторами hankai самый беспроблемный у него гораздо меньше проблем чем у других моторов и в этом видео мы расскажем про все те проблемы про слабые места этого мотора hankai 98 на которой нужно обращать внимание при покупке какие-то минимальные рекомендации что нужно сделать чтобы мотор работал долго и безотказно во первых после покупки нужно проверить полное открытие дросселя заслонки чтобы флажок упирался в карбюратор здесь он в карбюратор не упирается хотя мотор это не новый мы еще проверим снимем карбюратор и проверим как открывается заслонка бывает так что заслонка перекручивается и это тоже плохо нужно подгибать этот язычок настраивать таким образом чтобы не было перекрута после покупки желательно проверить чтобы все поворотные части были смазаны скорее всего мотор будет полностью сухой специальным шприцом через тавутницы загоняется смазка и смазывается этот поворотный механизм нужно проверить масло в редукторе во первых его наличие и также уровень масла здесь болты не подписаны но слева это болт для промывки системы охлаждения справа уровень масла нужно открутить этот болт поместить туда какой-нибудь хомутик пластиковый и проверить уровень масла в противном случае если уровня здесь не будет на вертикальном валу находится подшипник который может работать просто на сухую это очень плохо нужно масло либо долить а лучше полностью заменить откручивается верхний откручивается нижний и через низ подается масло до тех пор пока отсюда не пойдет масло заливается при помощи специального шприца мотор привезли для того чтобы проверить его и восстановить резьбы как было сказано уже ранее во первых на моторе hankai прослабленные резьбы в алюминиях а во вторых неудачное решение то что закручены здесь болты под ключ они под отвертку потому что на всех японских моторах сюда закручиваются болты под отвертку и таким образом резьбы остаются целые а здесь мало того что в алюминии слабые резьбы так еще усилия от ключа получается больше чем нужно и резьбы очень быстро срываются мы будем восстанавливать эти резьбы вкручивать вертыши для этого придется разбирать редуктор полностью чтобы туда алюминий не попал будем снимать редуктор смотреть еще состояние помпы и так далее мотор hankai 98 является аналогом мотора tahatsu 98 имея какие-то доработки китайские модернизации и небольшие изменения например румпель румпель здесь стоит ямаховский точнее hankai 99 и на многих китайских моторах румпель заменен на ямаховский он более длинный и у него на румпеле находится кнопка с чекой безопасности аварийная кнопка остановки двигателя бывает выходит из строя то есть при вынимании чеки безопасности мотор не глохнет кнопку можно установить от ямахи 99 она сюда подходит по так как это румпель от ямахи и кнопка тоже от ямахи один в один топливный коннектор ямаховский на tahatsu установлен другой коннектор он круглый поэтому коннектора тоже подходит от ямахи как от бака так и ответная часть со стороны румпеля имеется наклейка по-английски написано этой стороной вверх если мы будем класть этой стороной вверх здесь ручка переключения передач ручка пластиковая и на нее класть не рекомендуется потому что она может сломаться на то хацию на всех других японских моторах тоже на ручку переключения класть мотор не рекомендуется при транспортировке ее можно сломать всегда нужно класть ручкой вверх конкретно на румпель наклейка здесь для чего наклеена непонятно огромным минусом моторов hankai является лакокрасочное покрытие низкого качества не только моторов hankai но и также других китайских моторов в общем эти моторы абсолютно не предназначены для использования в морской воде очень быстро окисляются не только 9 8 а вообще абсолютно все чтобы замедлить этот процесс нужно установить аноды с моторов yamaha tahatsu suzuki желательно даже установить дополнительные аноды нарезать резьбы также на редукторе имеется анод его можно заменить на аналогичный тахацевский по моему на тахацу она даже больше чем здесь сняли карбюратор и видим что дроссельная заслонка имеет небольшой перекрут то есть получается что мотор все-таки развивал полную мощность когда этот флажок не касался немного карбюратора можно его немножко подогнуть чтобы он касался и чтобы заслонка не перекручивала заметили такую особенность на моторе hankai 98 вот у нас есть китайский микадсу удалось провести небольшое сравнение вот здесь у него два шланчика выходит с блока это вентиляция картера а на hankai выходит всего один шланчик второй штуцер отверстия под заглушкой 2 штуцера просто нет шланчик выходит также вот отсюда из подмаховика с этого места на hankai здесь вообще нет отверстия ну как это влияет на работу сказать сложно хорошо это или плохо моторы ходят они не ломаются поэтому тут сложно как влияет отсутствие еще одного шланчика на работу мотора на тахацу тоже два шланчика еще одна китайская модернизация в тяге переключения передач она здесь сделана по принципу ямаха сейчас объясню что это значит имеется резьба муфта и контрагайка а на моторе микадсу а также на тахацу и на многих других китайских моторах здесь штифты и для снятия редуктора не откручивается никакая резьба а просто выбивается штифт какая система лучше или надежнее сказать тяжело потому что например если на тахацу с этим проблем нет а вот на китайских моторах эти штифты могут ржаветь и выбить отсюда их потом будет тяжело а высверлить тоже тяжело потому что они каленые на ханкае убрали штифты сделали просто как на yamaha на резьбе то есть возможно на ханкае придумали поудачнее и кстати вот на микадсу обозначена где какой болт слева эта промывка справа уровень вот такие винты должны быть закручены на всех моторах ханкай они эти болты владельца мотор полностью устраивает он просил только сделать так чтобы в редуктор не попадала вода а вода попадала сразу с момента покупки мотора разобрали водяную помпу которая поднимает воду для охлаждения двигателя шпоночное соединение представляет из себя прорезь на вертикальном валу и шпонку цилиндрической формы все один в один как на моторах tahatsu 6 8 9 и 8 за исключением одного существенного отличия на моторах tahatsu шпонка из нержавейки на моторах hankai шпонка из черного металла которая со временем может сгнить полностью и крыльчатка перестает вращаться перестает качать воду пропадает охлаждение то есть это такая проблема на всех моторах hankai по моему на шестерках на 98 на 99 точно поэтому это такое слабое место сняли пластину и вот это колечко которая может пропускать воду под него нужно что-то подложить какую-то шайбочку таким образом чтобы это колечко выступала из пластины основания помпы а сверху это кольцо прижимала это металлическая пластина далее вынимается пластина основания помпы с редуктора ее можно вынуть не вынимая вертикальный вал здесь находится сальник вертикального вала здесь находится регулировочная шайба которую нельзя терять она такая тоненькая а вот как раз подшипник на вертикальном валу и самое интересное что китайцы установили закрытый подшипник то есть он не смазывается маслом с редуктора но это какой-то беспредел на всех китайских моторах 9.8 и на тахацу конечно же подшипники открыты в общем мы его откроем если он еще живой вал можно вынуть просто вверх на этой модели 98 ну и в общем вот левый болт идет прям в канал охлаждения для промывки то есть подается вода а правый болт а правый болт идет в масло поэтому важно чтобы уровень масла был соответствующим далее масло прогоняется через подшипник и идет через канал обратно на слив вот почему подшипник закрытой остается непонятным мы этого не знали но владелец мотора сказал что при покупке мотора у него с этого отверстия не бежала вода а вода бежала только из контрольки так вот это отверстие является сливом из системы охлаждения с головки блока цилиндров на моторах hankai отсутствует термостат но в данном случае это плюс в том что на моторах тахацу имеется недостаток доступа к термостату неудобно не нет отдельной крышки термостата для того чтобы поменять термостат нужно снимать всю головку блока цилиндров а на моторах hankai термостата нет поэтому в принципе нет страху что там что-то заклинит однако вода идет через головку и сливается с этого отверстия а другая часть системы охлаждения сливается в ногу поэтому здесь если будет застой то головка блока просто начнет греться потому что воде некуда сливаться и мотор можно было просто перегреть хорошо что владелец посмотрел на другом моторе что отсюда должна идти вода он увидел что здесь залито краской и прочистил проковырял это отверстие если она отсюда не идет значит либо забит канал система охлаждения либо заклинил термостат ну то есть здесь много нюансов которые нужно знать сейчас будем дальше разбирать редуктор и грибной вал имеет недопустимый люфт сняли винт сняли шайбу винта вал скорее всего смазывал уже сам владелец а вот сальник грибного вала пружина заржавела через сальник скорее всего поступает вода в редуктор вынули грибной вал обойму вала все шестерни люфт грибного вала был из-за того что вот эта шайба регулировочная за шестеренка заднего хода она имеет толщину которая отличается от мотора tahatsu она тоньше либо ее такую установили тонкую либо она была изношена какая-то она вся посиневшая такое ощущение что может перегревалась или но неизвестно либо она изношена либо такую установили из-за того что шайба тонкая присутствует недопустимый люфт грибного вала хорошо хоть редуктор мотора 98 отрегулирован имеется регулировочная шайба шестеренки переднего хода регулировочная шайба подшипника вертикального вала а на моторах hankai 15 вообще отсутствуют регулировочной шайбы и зазор шестеренок там нарушен там присутствует только шайба на шестеренке заднего хода как здесь при разборке редуктора 98 важно не потерять эту деталь этот бочонок устанавливается за толкателем который отвечает за переключение передач если этой детали здесь не будет то при включении любой передачи хоть нейтраль хоть задняя у вас все время будет работать только передача вперед поэтому застряла эта деталь очень важна она стоит как на моторах tahatsu 98 так на hankai 98 на hankai 6 на tahatsu 5 и на некоторых других моторах например suzuki 568 и на некоторых других вынули сальник вертикального вала из пластины основания помпы и здесь пружинка тоже сгнила этот мотор три года без проблем работал и устраивал своего владельца владелец на него абсолютно не жаловался работал безотказно и хорошо сейчас мы будем собирать редуктор после восстановления резьбы установили вертыш который мы изготовили наружная резьба вертыша это 10 шаг 1 внутренняя резьба 8 125 то есть стандартная резьба для болтов слива масла в болтах мы сделали шлицы под отвертку для того чтобы затягивать эти болты не ключом а отверткой установим новая прокладки под болты заменим шпонку на нержавеющую от the hatsu заменим крыльчатку проверяем герметичность редуктора дали давление 1 килограмм редуктор давления держит во время работы мотора могут идти посторонние звуки такие как трещание или какие-то шумы это присутствует и у the hatsu и перешло ко всем китайским мотором 9 и 8 люфтит пластина опережения зажигания на которой закреплены катушки учитывая что моторы без проблем с этим ходят скорее всего кроме неприятного звука никакого вреда это не несет это можно исправить сняв маховик сняв пластину опережения зажигания и подложить туда шайбу желательно на новом моторе проверить затяжку всех резьбовых соединений проверить регулировки и сделать те минимальные рекомендации которые были перечислены пишите свои отзывы пишите с какими поломками вы сталкивались благодарим за просмотр всем пока